Третья модель Жигулей или ВАЗ-2103. Её хотели многие советские люди. Она была самой желанной после продукции Горьковского автомобильного завода. Уже более поздняя 2106 стала мощной и более рубленной в версии тройки. Минули десятилетия, сменились целые автомобильные эпохи, однако третья модель Жигулей и по сей день является предметом коллекционирования, обсуждения и поисков сохранившихся образцов. В истории Волжского автомобильного завода была особая модель ВАЗ-2103. Её не продавали. Её редко видели на дорогах общего пользования. Сегодня о ней практически ничего не известно. Многие подумают, что это экспериментальная версия для спецслужб, но нет. Речь про самую первую машину с кодом В. По мнению самих инженеров завода, она была ужасной. Небольшая партия машин не была пущена в продажу. Их раздали самим работникам автомобильного предприятия, разумеется, везунчикам. Буква В означает временный вариант. Суть в том, что спеша выполнить план по вводу новой модели, произошло рассогласование в логистике по подвозу комплектующих. Чтобы не останавливать производство, ставили то, что было по наличию. В итоге получилась трёшка с внутренним убранством от копейки. Первые версии отличались сигналами поворота. Сначала их расположение было в верхней части задних блокфонарей, затем их убрали в нижнюю часть. Курьез ситуации был в том, что запчасти из-за границы со сроками поставки подвезли. Нехватка была по отечественному продукту. Получилась сборная солянка, которую запретили продавать советским гражданам. Машины разошлись по заводчанам. Достоверно известно о том, что до наших дней дошло три таких автомобиля. Одна машина стоит в автомобильной ретромастерской, другая, по некоторым данным, находится в Европе. Про третью идёт рассказ в этом выпуске. Возможно, одна из них является копией. Но в любом случае, заполучить оригинал временного варианта мечтает каждый ценитель автомобилей СССР. Одну из машин чудом нашли в металлоприемнике и выкупили оттуда. Территориально это было в Сызрани. Были поиски на неё документов, которые увенчались успехом. Тогда были найдены документы советского образца. В других обзорах даже мелькал номер кузова. По некоторым данным, это 330 номер. На данный момент нет точной статистики по выпуску временных машин. Сложность в том, что наряду с поступлением комплектующих стали выпускать и обычные ВАЗ-2103. Однако есть надежда, что многие из них стоят на приколе в гаражах и когда-нибудь их можно будет увидеть воочию. Не секрет, что несколько раз в год по всей России случайно находятся образцы старинной авто- и мототехники. Многие из них в отличном состоянии. При ближайшем рассмотрении часто оказывается, что они ещё и редкие и были выпущены в ограниченном количестве.